Россия напала на НАТО, Россия напала на Польшу. Две ракеты сегодня в районе обеда упали на границе с Украиной, но на территории Польши, и убили двух человек. Российские нацисты, как всегда, атаковали гражданские объекты, попали в трактор, который разгружал что-то привезенное с поля. Тем не менее, два человека погибло. Значит, премьер-министр Польши Матиуш Моровецкий созывает Комитет Совета Министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Это что-то нашего Совета национальной безопасности и обороны во время войны, это ставка Верховного Главнокомандующего. Это событие, которое должно отразиться на ходе войны. Еще раз, это нападение на НАТО. Это повод активировать пятую статью Североатлантического Альянса. Это значит, нападение на одну из стран воспринимается как нападение на весь блок. Мы помним слова Джозефа Байдена, который говорил о том, что мы будем бороться за каждый инч. Вот этот момент наступил. Нет, я не говорю о том, что сейчас Альянс в полной мере, с полной силой именно сегодня или прямо сейчас отправит все свои томогавки из Средиземного моря по Севастополю и другим российским военным объектам на оккупированных территориях и не только оккупированных территориях. Но выводы придется сделать. Это уже не шутки. Это называется привлечение новых и новых участников. Это значит, что российские фашисты совсем потеряли берега. Проблемы с электричеством в Молдове. Ракета на территории Молдовы уже тоже падала. Там была без жертв. Но Молдова не член НАТО. А теперь они ударили по стране Североатлантического Альянса. Какие будут последствия? Я исхожу из того, что, во-первых, поляки такие вещи прощать не должны. Не должны прощать такие вещи. Я убежден, что военная поддержка нам будет оказываться в полном объеме. Но как будет реагировать Альянс? Что нам нужно? И им нужно. И эта история очередной раз показала, что помощь Украине это не благотворительность. Нужно закрыть небо. Беспилотная зона. No fly zone. Для российских военных самолетов и ракет. Но самолеты к нам уже не залетают, потому что ссут. Потому что слишком много разовощеких мальчиков в чине капитана. Мы здесь укокошили. И выше, конечно же. Генералы тоже были в отставке, но тем не менее. Самые умные грохнули в дом в Эйске, чтобы в Украину не лететь. Один народ. Но ракеты продолжают сюда лететь. Сегодня, значит, был самый мощный ракетный залп по Украине. Слава ЗСУ. Если учесть, что это удар такого объема, то наши рэбы, ПВО и все остальные просто красавцы. Значит, мы сбили 73 ракеты из 90, а также 10 из 10 иранских мопедов. Это очень круто. И тут нужно понимать, что фашисты российские будут запускать ракеты ежедневно или до последнего дня войны. Может быть, не ежедневно, но тем не менее. Нужно понимать, что это произошло нападение на НАТО, когда отфигачили в Индонезии на саммите G-20, простите, G-19 Лаврова. Сейчас этот формат называется G-19 плюс Украина. Ну и нацист Лавров с Машкой Захаровой. То есть, это подрыв вообще всей системы безопасности в Европе. Если мы говорим о No-Fly Zone, беспилотной зоне, как это будет? Как я хотел, чтобы бы это сделалось? Значит, мы должны настаивать на том, чтобы НАТОвские комплексы ПВО с НАТОвскими операторами стран НАТО этот купол развернули хотя бы над Украиной. Хотя бы над западной частью. И далее, и далее. Этот купол безопасности будет распространяться по всей территории страны. По-другому здесь не обойтись. Ещё раз. Российские нацисты с Путиным во главе перешли, как говорил маньяк, красную линию. Это оно. Это действительно красная линия. Особенно удивительно, что сегодня их президент Владимир Путин проводил заседание какого-то комитета. Они-то называют победа. Но особенность в чём? Что насколько россияне Ку-Ку, а их маньячева, с большим удовольствием размышляет о событиях 80-летней давности. Он говорит о том, что нужно помнить военных и жертв среди гражданского населения той войны. О погибших российских солдатах этой войны почему-то ему неинтересно. Я не знаю. Конечно, пока ещё агрессивные наши соседи, россияне, пока ещё делают вид, что так и надо. Но вообще-то он водит первой частью Херсона им по губам. Именно российским гражданам. Но как это можно воспринимать? Вот смотрите. Россия проводит суды по преступлениям нацистов, заявил Путин. Это при том, что для всего мира именно Россия стала нацистским государством. Идеология, один народ, одна идеология, одна партия и один фюрер. Но всё как у Гитлера. Да, есть мнение, что Путин всё-таки хуже Гитлера. Потому что Гитлер немецкоговорящее население не уничтожал в таком количестве. Но об этом пусть разбираются следователи в ГАГе. И, конечно, как отреагирует НАТО, мне очень интересно. Пишите ваши комментарии. Вот смотрю сейчас, все ленты новостей завалены этими сообщениями. Значит, две российские ракеты упали в Польше в 65 километрах от границы с Украиной. Ребята, но это не инцидент. Это не случайность. Маньяк решил протестить НАТО. Я хотел бы, чтобы в качестве воспитательных мер был нанесен удар по всем российским целям, а неизвестным на территории Украины. От Луганска до Крыма включительно. Почему НАТО не будет бомбить Воронеж? Чтобы не было третьей ядерной мировой войны. Но это не значит, что российских оккупантов не нужно уничтожать на территории, на которой они находятся, незаконно. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете. Как отреагирует Альянс? Мой прогноз, что не схавают, а ваш. Дорогие украинцы, сегодня враг нанес очередной массированный ракетный удар по нашей стране. В общей сложности 90 ракет. Поражены энергосистемы, предприятия, жилые дома. Да, и когда это произошло? Сразу как в Индонезии завершился первый день саммита 20-ки. И наиболее заметные заявления прозвучали. Основные встречи состоялись. Россия говорит о мире, а она в ответ ракеты. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она в ответ иранские дроны. Ей 10 пунктов, чтобы закончить войну, а она по 10 ракет на каждый пункт о мире. В половине четвертого утра сегодня я присоединился к саммиту, чтобы представить наши предложения, как восстановить мир и международный порядок. Мир услышал Украину. Участники G-19 делали свои заявления. А потом в Москве решили, что могут снова попытаться террором добиться того, чего девятый месяц не могут и не смогут достичь. 15 часов 24 минуты. Ракета. Киев. И по всей стране. Как мы сегодня жили? 15.54. Ракета. Кропивницкий. 15.56. Две ракеты. Кировоградщина. 15.56. Ракета. Житомирская область. А еще Франковщина. Ровенщина. Харьковщина. 16.29. Ракета. Кривой Рог. 16.29. Ракета. Полтавщина. 16.35. Снова Житомирщина. Киевщина. Львовщина. Одесская область. Николаевщина. А еще Волынь. Хмельницкий. Торнопольщина. И снова Киев. Убиты и ранены люди. Мои соболезнования родным. Во многих городах и районах нашей страны снова аварийное отключение электричества. Около 10 миллионов украинцев без света. Больше всего по состоянию на эту минуту в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла. По всей стране проблемы со связью и интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Это просчитанное последствие, и враг точно знал, что делает. Вот это ответ от России, для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, говоривших о том, что войну нужно заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром. Тем более сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали. Мы говорили об этом. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Он уже распространялся на территорию Молдовы. Сегодня же российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Польша, государство Балтии. Это вопрос времени. Когда бы российский террор пошел дальше? Надо поставить на место террориста. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроза для всех, кого могут достичь российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО. Это российский удар по коллективной безопасности. Это очень существенная эскалация. Надо действовать. Я сейчас хочу сказать всем нашим польским братьям и сестрам. Украина всегда вас поддержит. Свободных людей террор не сломает. Победа возможна, когда нет страха. У нас с вами нет. Хочу поблагодарить всех партнеров, которые помогают защищать небо. В частности, хорошо сработали сегодня у нас системы НАСАМС. Из 10 пусков – 10 попаданий. По состоянию на этот час сбито более 70 ракет и 10 ударных дронов. Я благодарю всех наших американских и европейских друзей, кто помогает нам обеспечивать такой результат. Благодарю всех наших воинов воздушных командований Юг, Центр, Восток и Запад, а также подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск. Спасибо всем нашим спасателям, нашим энергетикам, которые будут работать круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь для украинцев. Восстановительные работы начались по всей стране. Мы и это пройдем. Мы все восстановим. Россия противопоставляет себя миру. Россия проигрывает на поле боя. Россия терроризирует и нас, и всех, кому может дотянуться. Сделаем все, чтобы остановить ее. Слава всем, кто защищает свободу. Слава всем, кто работает ради нашей победы. Вечная память всем, чьи жизни унесли террористы. Слава Украине! Видно быть нормально. Видно быть нормально. Субтитры создавал DimaTorzok